В Сирии крутой поворот. На фоне обсуждений, что же скажет Путин на Генассамблее ООН, СМИ гудят на тему возрастающего влияния России на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. Россия на официальном уровне все это дело отрицает. Однако Джон Керри, наверное, неспроста начал беспокоиться, мол, не надо наращивать силы, это может сильно изменить ситуацию. Конечно, сильно, ведь у США свои планы на этот регион. Так какие же планы у США на Сирию и на ИГИЛ? Почему Джон Керри начал нервничать? И стоит ли России вступать на эту нелегкую тропу? Своим мнением с накануня ТВ поделился эксперт по Ближнему Востоку Константин Стригунов. У американцев действуют свои планы на этот регион. Фактически нынешняя действующая администрация старается придерживаться той линии, которой она придерживалась раньше, а именно хаотизация регионов. Хаотизация в каком смысле? Ни одна из сторон региона Ближнего Востока не должна, с одной стороны, усилиться чрезмерно, не должно произойти кристаллизации силы вокруг какого-то нового центра. С другой стороны, если одна из сторон начинает усиливаться, то ее врагу Соединенные Штаты могут оказать некоторую помощь. В Сирии завязался огромный узел из разных нитей, которые еще больше затягивают США. Тут и курды, и турки, и ИГИЛ, и Сирия, и Ирак, и много чего еще. Америка, дергая за разные ниточки, смотрит на все это дело из-за горизонта и пытается свергнуть Башара Асада как нашего союзника. Насколько влиятельна в этой игре Россия? Касательно Сирии, понятно, что свержение правительства Башара Асада является одной из их задач. И наличие российского фактора, несомненно, может привести определенные изменения в весь расклад на Ближнем Востоке. Насколько мне известно, в территории Сирии имеются искребители наших, что по некоторым оценкам возможно свидетельствует о том, что они являются средствами прикрытия военно-транспортной авиации, которая может привести тот же десант. Константин Стригунов отмечает важный момент. По сути, ситуация запущена. Если сейчас вмешиваться, это будет трудозатратно. Это далеко идущая многоходовка. Но ведь Сирия — наш союзник. Конечно, с точки зрения геополитических интересов России необходимо поддержать сирийское руководство. Это непонятно, почему это делается именно сейчас, когда ситуация стала уже критической, поскольку исламское государство уже захватило вместе с такими террористическими организациями больше половины территории Сирии. Почему этого нельзя было сделать, допустим, пару лет назад? Мы, если и будем вмешиваться, то в самый тяжелый момент данной сложившейся ситуации простых решений уже не просматривается. Вот чем проблема. Поэтому, конечно же, нам необходимо помочь Сирии. Это один из немногих наших союзников на Ближнем Востоке. И его отпускать на сперзание террористических интердригад и наемников, которые спонсируются странами Запада, Персидского залива, конечно, нельзя. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова